Верующие? Вот только сказал и все исчез. Вы верующие? Следующего спрашиваю. Вы верующие люди? Ну да. В храм ходите? Нет. Я мусульмальный. А вы что, все мусульмане или один только? Нет, один. А вы христиане? Да. Ну вот я скажу вам, у вас такая книга есть, нет? Нет. Нет, у нас нет Библии. Нет, Библии нет. Библии нет. Я читал несколько строков. Так. А у вас храм-то есть там, где вы живете? Да, рядом. А когда вы там были в последний раз? Я был в последний раз в церкви, где только живу. А вы знаете, что сейчас пост идет? Да. А вы соблюдаете пост? Нет. Нет, не соблюдаю. А почему? А в эту дуру... Понимаете, пост соблюдать, во-первых, для того, не просто, чтобы худеть, а именно, когда человек полностью был в церкви. Вот тогда соблюдает. А просто для вида этого смысла нет. Ну, вы как знаете, так соблюдаете. А вы эту дурь-то зачем сосете? Если вы верующий, вы должны знать, что тело наше является храмом Божьим. А вы храм напускаете эту заразу. Вам это не надо, потому что у вас будет болеть легкие и прочее. Зачем вы это делаете? Курева отнимает 12 лет, а вот эта зараза еще больше. Это только говорят, что она легкая. Это наркотики все равно. Пар напускаете. Это вы не обманываете. Это правильно все. Обследовали. Не надо. Вы молоды. Начинайте только жить. Живи для Бога. Тебя радость будет навсегда. Ты не боясь смерти. Потому что... Ну, слава тебе, Господи. Хороший человек пришел. Слава тебе, Господи. Вот верующего встретил. Да. Мы верим и поклоняемся нашему Господу Иисусу Христу. Я язычник. Вы язычник? Да. А язычник во что верит-то? В дерево. В дерево. В дерево верит. Ну, дерево-то это творение, не творец. Надо Творца пославлять. Бог сотворил этот мир человека. Такой красотой наделил. А я язычник. Ну, язычник. Один ветру поклоняется. Другой звездам. Звездерем фана. Ну, какая-то вера-то. Это не вера никакая. А обман сатанинский. Когда Бог дает человеку, что Христос умер за наши грехи. Чтобы избавить нас от беззаконий. Жить для Бога. Он взял наши грехи. И теперь я прошу, Господи, прости меня ради твоих подвигов. Ради твоей смерти. И Господь прощает. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. А неверующий не увидит в жизни. После смерти в ад идет. Вам зачем это? Мы не случайно встретились. Не случайно. Чтобы поговорить о Боге. Только не ругайтесь. Не ругайтесь. Мы много ездили по стране. У нас была миссионерская поездка. Мы в Барнауле живем. А дошли до Владивостока. А потом дошли Португалия, Лиссабон. Язычники встречались. Они там на кусты веревочки разные вязают. Ленточки. В Бурятии были мы. Калмойки. Везде. Ну, куст. Кусту поклоняются. Мы Богу живому поклоняемся. И у нас мы все имеем знания из этой книги. Святая Библия. Вы где есть там храм? Купите Евангелие. Изычество это стадия первого, первобытного человека. Он не знал кому кланяться. А теперь-то откровение пришло. Бог, он живой, да? Да, живой. Он воскрес. Вот сейчас, через пять недель будет Пасха Христова. Христос воскрес. И все отвечают, воистину воскрес. Солнце пляшет на небе. Да, да. И все кулитики варят, да? Все от других. Ну, то там что, где. Вот мне в жизни пришлось... Я в 23 года сознательно уже принял Христа. В 23. И 56 лет этим путем иду. Будь я язычником, да я бы давно умер уже. Какие у меня испытания были. Сколько меня мучила советская власть. Пять тюрем прошел. 26 лет разных мучений крутили. Я живой остался. Люди каялись. Грешники на правильный путь становились. Почему? Потому что это не мое. Это Господь делает через нас. Вот вы язычник и бороду бреете. Сразу видно, что не христианин. А ты скажи, а зачем я делаю? Не сама ли природа учит? Вам, язычникам, вообще бороду нельзя трогать. Потому что борода... Борода? Да, это естественно. Мужчина. А женщина без бороды. Если вы другого Бога не признаете, но признайте хотя бы, что кто-то природа сотворила правильно. А потом ты и Бога найдешь. Не знаю даже. А что знать-то? У вас... Где вы живете? Там храм есть? Я знаю, да. Вот Иисус Христос, там Бог, там это... Там... Что православ... Правильно. Правильно. А вы кто по нации будете? По нации кто будете? Я якут. Якут? А в Якутии много, там и храмы есть, там верующие, православные. Да, да, есть здесь, у нас тут храм есть. А якут чего? Вот она, женщина, на там эту тундре выплескивает, ну поклоняется-то чему-то. Уши оленя режут там ребятишки. Я смотрю эти ролики-то. Якуты живут-то мало. Почему? Потому что многие пьют. 46 лет тут уже старик считается. Да, есть такое. Ну да. Мы видели это все. И поэтому ты среди своего народа многое можешь сделать. Нести истину о Христе Спасителе, который умер на кресте, который Дух Святой пришел от Христа, который научает, ведет. Я видел там, женщина одна, якутка, она храм построила. Не крайги, какое-то такое слово там. Ее на Нобинскую премию даже выставляли. Якуты это люди спокойные, им только и верить. Они не горящие такие, как южные народы. Но они много курят, много пьют. Но есть такие, да. Да, есть такие. Ну, значит, надо верить в Бога. Вот мы в рот не берем, мы не пьем. И не большинство. У нас, ну, не большинство. Вот у меня, допустим, брат один пьет. Ну и что? Он брат. Я ему говорю о Боге, он не слушается. Родной брат. А ты скажи, я для Бога живу. Вот это тело Бог называет храм. А в храме в этом Бог живет. Тут у меня молитва, сердце любящее Бога. Нам приятно говорить на эту тему. Господу слава, что мы с вами встретились. Вот. А если вы знаете, в Ютубе, Ютуб есть такая. Ютуб. Вот. И у нас называется «Во свете Библии». Вы там найдете. Меня зовут Игнатий Лапкин. Если вы думаете по скайпу зайти, вы меня найдете. Я один такой с этой фамилией. Игнатий Лапкин. Где-то запишите себе. Нет, нет, нет. Я искать не буду. Ну, а Бог его знает. Не ручайся. Нет, нет. Я тут... Я вот... Весной, прошлой весной. В прошлом году весной. Тут я одного этого встретил. Монаха. Так. И что? Он это... Крожей откуда-то... Откуда-то куда-то ехал. И он у нас там где-то 4 дня... 4 дня он у нас прожил. Он убежал с монастыря. Крожей, убежал с монастыря. И куда он на родину поехал. Где-то там в ту сторону. О, блядь. Забыл. В Ленск, что ли? Ну, это не важно, что там. Что он ушел, мы не знаем. И он рассказал, что он... Это монахи, они же верующие же. Верующие, да, неженатые. Это в храме живут, да? Нет, при храме, монастырь. В храме никто не живет, там только молятся. Ну, монастырь. Монастырь, да. И они туда как попадают? Не от хорошей жизни они туда идут? Ну, принимают они это... Когда пострижение произойдет, их назначает там кто там? Игумен или епископ. Где ему жить? У них свои там покои называются. Они работают много. Они же туда не от хорошей жизни же не туда идут. Ну, как сказать. Вот Игнатий Брянщининов, он богатый человек, все, и пошел. Офицер оставил, все, пошел монахи. Это... Там разные люди бывают. Вот и бывает кандидат наук, идет туда. Вот недавно женщину я видел. Она кандидат там каких-то медицинских наук или что-то. Очень грамотная женщина. А она журналист. То есть люди разные. Да, разные, да, да. Ну, вот у меня... Ну, вот я этого монаха... Он, короче, тут... Он рассказал, что он туда не от хорошей жизни туда пошел. Может быть и так. Я был в Жордан-Вилле в Америке. И там говорят, вот здесь умер монах, говорит. Это родители его просто побудили, чтобы он пришел. Он наркоман. Ну, ему лет 30 было, он там в монастыре помер. То есть в разное... Что скрывать-то? Всякое разное бывает. Он за себя ответит, а я за себя. Я могу только помолиться о нем. Все свое нажитое все бросает и в монастыре. Да. Ну, а другого и бросать нечего приходит. Он детей бросает и в монастыре тут. А вот это неправильно. Потому что канон запрещает бросать детей, бросать жену, бросать родителей. Это три канона, которые люди нарушают. По правде надо делать. Это по-буддистски? Да, может быть и так. По-буддистски? Да. По-буддистски? Да, может быть и так. Или в православии тоже каноны есть? Ну, похоже. Они тоже... Буддисты говорят... О, мане падме хум. У них... А у нас, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. А у них... О, ты сидящий в лотосе. Я знаю, буддисты, они капризные, но очень грамотные, хорошие. У них называются там ламы. Ламы. Лама, лама. У нас священник. Лама. Лама, лама. Вот. У этих называется имам там мула, а у них вот ламы, ламы. Они грамотные люди. Вот Спиридон там у них был в Калмыкии, в Бурятии, миссионерам-то. И он про них писал, какие они люди хорошие. Но они Христа не знают, поэтому спасения нету. В этой жизни они хорошие. Я бы мог рассказать. Это не так. Как? Что не так? Это не так. Но хорошие люди есть. Я говорю о ламах, ламах. Хорошей веры тоже нет. Тоже нет. Нет, это он пишет, не я, Спиридон, говорит, Кисляков. А это, говорит, грамотные. Вот, говорит, я им стал говорить о Христе, а они сидят, ламы, собрались там где-то. И вот, когда я, говорит, закончил, а один лама старший, видно, встал и сказал. Вот вы как рассказали сейчас, вы знаете, вот у нас тоже люди хорошие есть. Вот если бы люди исполняли наш закон, то тогда бы никто не воровал, можно было спать спокойно. А вот если вашу веру вы люди приняли, то люди вообще спать не стали, бы они день и ночь Бога славили. Бога. Но вот, говорит, как получилось. У нас прошла железная дорога. Мы ждали, железная дорога мимо пойдет. Ну, как-то хорошо будет. Но наши дети стали непослушные. У женщин появились какие-то болезни, носы проваливаются. Вы нам говорите о Боге, у вас рот в крови. Он, говорит, я кое-как встал, говорит, взял коня, у него там два мешка сухарей было. Не мог на лошадь залезть. И дошел до леса, упал и проплакал до вечера. Горе нам. Горе. Язычники, которые нас упрекают неправильно нашей жизни. Вы поняли, о чем я говорю? Ну, да, да. Вот как. Мы должны себя осознавать неугодными никуда. Иной, говорит, язычник, он делает по совести. Апостол Павел пишет к римлянам послание. И Бог будет судить его по совести. И то совесть его то оправдывает, то осуждает. И много пишет о ваших народностях. Там у нас такой митрополит был, Иннокентий Вениаминов. И Николай Семенович Лисков, писатель, писал. Простые такие люди. И он среди них проповедовал, и как они себя ведут, эти люди. Простые, простые, как малые дети. Ну, я понял тебя, дедушка. Да. Во славу Божию. Знай, кроме Христа, другого имени нету спасения. Он умер за нас, Христос. Умер и воскрес. Да благословит вас, Христос. Чтобы... Ну, ладно, пока. Да, пока. До свидания. Во славу Божию. Продолжение следует...